День рождения – это радостное событие не только для виновника торжества, но и для тех, кто любит именинника. В этом смысле дата 28 июля объединила и всех жителей Бреста, и родившихся в этот день малышей – 13 девочек и 13 мальчиков, в том числе и две двойни. С этим знаменательным событием мам и их деток поздравили участники света лидеров молодежи Ленинского района, а также главный врач Брестского родильного дома Анатолий Дашко, который пожелал виновникам торжества в первую очередь крепкого здоровья. Мы сегодня родили девочку, очень ее давно ждали. Девять месяцев у нас папа и сынулька оберегали, родители помогали. Родились сегодня ночью. То, что совпало с этой датой, это, конечно, какой-то запоминающийся будет день. То, что нас поздравили, подарили подарки, это останется в памяти. Хотелось бы пожелать всем мамам, которые сегодня родили в этот день, здоровья деткам. Сегодня в роддоме поздравили мам с Днем города и хотелось им пожелать, чтобы самое главное у них и у них, и у их семей было здоровье, потому что это самое главное. Чтобы они были счастливы, чтобы никакие невзгоды, все, что бы обходило мимо них, чтобы только солнышко освещало их жизненный путь и путь их деток. Анна Лошкевич выразила уверенность, что процветание города будет тесно связано с этими малышами, которые в свое время обязательно его прославят. Учитывая тот факт, что Брещино продолжает удерживать лидерские позиции порождаемости среди других регионов страны, за молодыми талантами в нашем властном центре дело не станет. Продолжаем мы удерживать эти лидирующие позиции, как на протяжении последних трех лет, так оно и продолжается. Если брать вот и наше учреждение за полгода, тоже мы уже считали эти результаты, я уже говорил о них, что у нас опять почти на 250 родов больше, то есть предположительно еще где-то 500 родов добавим по концу года, может и больше. После проведения акции Анатолий Дашко провел для молодых лидеров экскурсию по роддому, рассказал о новейших технологиях и достижениях в медицине, которые успешно используются на современном этапе. Кстати, идея посещения родильного дома принадлежит одной из участниц совета и по совместительству врачу-неонатологу Ирине Кольчук. Роддом – это закрытое учреждение для посещения. Большинство людей, особенно девушек, особенно нерожавших, конечно, интересует вопрос, как, что, куда, зачем и почему. Поэтому, по мнению многих, по желанию практически всех людей нашего совета, с договоренностью нашей администрации, администрации непосредственно роддома, была организована такая экскурсия в наше закрытое учреждение для того, чтобы люди ознакомились с нашей работой, посмотрели наши условия, как рождается жизнь, как отсюда выписываются счастливые семьи, улыбающиеся мамы, папы. Хорошо, когда приходят, хорошо, когда молодежь, она организована, она занимается хорошими делами. Плюс они интересуются, может быть, еще каким-то образом кто-то захочет стать каким-то медицинским работником, кто-то из них, может, к нам придут по другим специальностям. Рождение ребенка – одно из самых радостных событий в жизни каждой семьи. Неважно, родился он в праздничный день или в будний, ведь для каждой мамы ее малыш особенный. Все условия для повышения рождаемости в стране есть, говорят доктора. От женщин требуется только одно – желание быть мамой.